МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Выпускной магистров Саровского физико-технического института состоялся в Доме культуры и досугов НИЭФ. Саровчанин Денис Комрачков номинирован на премию «Голос сердца». В Сарове прошли соревнования по пляжному волейболу в рамках спартакиады в НИЭФ. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 июня на водоемах области погибли 38 человек, 8 из которых дети. Неутешительные данные приходят изо дня в день. Нередко люди тонут из-за того, что просто не умеют плавать или погружаются в воду в нетрезвом виде. А дети и подростки гибнут из-за недосмотра родителей. Трагический случай произошел 6 июля на реке Волга в районе деревни Вашуриха Градецкого округа. В месте, не оборудованном для купания, утонули две девочки к 2013 и 2017 годов рождения. Погибшие плавали на надувном матрасе. Отец семейства отвлекся буквально на несколько минут, которые стали трагическими. Еще из характерных происшествий можно выделить случай, произошедший на Силикатном озере в Суромском районе Нижнего Новгорода. Там двое друзей поплыли на одном сапборде без спасательных жилетов. Доска прокинулась, один из мужчин не выплыл. Погибшим оказался Нижегородец 1997 года рождения. Его тело нашли на глубине 9 метров. Почти все трагедии приходятся на выходные и праздничные дни. Гибнут люди в несанкционированных местах для купания. Напомним, что на данный момент в Сарове водоемов для отдыха нет. Пробы воды озера Филипповская-1, прудов Боровое, Балыковское и Протяжное не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. Уважаемые нижегородцы, будьте предельно осторожны на отдыхе у воды. Купайтесь только на оборудованных пляжах. Исключите употребление алкоголя. Следите за детьми и используйте для их плавания спасательные жилеты. При самоспасении в экстренной ситуации нельзя впадать в панику. А на оказание помощи тонущему человеку есть максимум 6 минут, чтобы вытащить его из водоема и попытаться реанимировать. Стоит освежить в памяти основные действия при утоплении. Спасатели напоминают, что вода не прощает ошибок. Необходимо быть предельно внимательными, отдыхая на водоемах, чтобы не стать очередным героем трагических сводок. Данила Власов окончил магистратуру СРФТИ по направлению конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. На бакалавриате Данила учился также в Саровском институте, который за столько лет уже стал родным. Молодой человек признается, что учеба была интересная. Он активно участвовал в конкурсах и мероприятиях, а также играл в хоккей в составе студенческой команды. Институт активно поддерживает отрасль спорта. По крайней мере, когда мы учились, при нас создалась хоккейная команда. Мы ездили на первенство области, занимали призовые места. Насчет учебы было тоже весело и приятно, когда преподаватели... Было видно, что они душой и телом болели за нас, переживали, помогали где-то в дальнейшем трудоустройстве. Скучать буду по преподавателям, наверное, по многим. И, наверное, как бы это не звучало по самым строгим преподавателям, потому что спустя годы понимаешь, что они больше всего за вас переживали и старались сделать из нас людей. Торжественный вечер в честь вручения дипломов магистрам с РФТИ прошел во Дворце культуры и досуга в НИЭФ. На сцене лучшие выпускники получили медали за успехи в научной деятельности, в учебе и спорте. Допустные слова магистрам сказали преподаватели, руководители города. С РФТИ – опорный вуз, госкорпорация «Росатом». Сегодня более 4 тысячи выпускников института работают в РФТИАЦ в НИЭФ. Из них более 600 занимают руководящие должности. Я надеюсь, что очередные 107 человек, которые придут в Российский федеральный ядерный центр, в различные наши подразделения, найдут свое место в громадных тематических направлениях, которые ведет Российский федеральный ядерный центр. Эти тематические направления на сегодняшний день абсолютно востребованы. Они необходимы для поддержания нашего арсенала ядерного. Каждому из вас найдется место. Я надеюсь, что вы своими знаниями приумножите славу Российскому федеральному ядерному. Вы участвуете во всех активностях, что бывает. Отдельная благодарность за представление нашего славного города Сарова на конференции, на выставке ВДНХ, которую мы провели совместно с вами. И это был успех. 14 тысяч россиян посмотрели на вас, на нас, на Саров. И оценки самые восхитительные. Вы действительно достойно представляете наш город на всех точках России. В САРФТИ работают 10 базовых кафедр, созданных совместно с ВНИЕФ. Начиная с третьего курса, выпускники проходили производственную практику на градообразующем предприятии. Выполняли научно-исследовательские работы. Магистрские диссертации по актуальным тематикам ядерного центра. Саровский физтех в третий раз входит в премьер-лигу мониторинга вузов России. В рейтинге принимают участие 1300 высших учебных заведений. И САРФТИ в топе 26. Мы лидируем среди вузов Нижегородской области. Мы сегодня являемся лучшим филиалом НИЯУМИ ФИИ. Два года подряд наши студенты выигрывают золотые медали в Я-профессионал. Это самая масштабная конференция или олимпиада платформы России «Страна возможностей». После торжественного мероприятия выпускников САРФТИ ждал праздничный форшет, фотозоны и активности. Легче предусмотреть, чем ликвидировать. Уже 97 лет сотрудники Государственного пожарного надзора пресекают нарушения пожарной безопасности, тем самым спасая человеческие жизни. Их работа не всегда видна, но именно от нее зависит спокойствие горожан. Сотрудники ФГПН регулярно проводят проверки предприятия, беседы с населением, расследуют причины возгораний. В настоящий момент Федеральный государственный пожарный надзор осуществляет свою деятельность в рамках профилактических мероприятий, проведения проверок плановых и внеплановых, и также расследования пожаров. За текущие полгода 24-го года были проделаны профилактические мероприятия в школах города Сарова, в садах города Сарова. Также были проверены лагеря, которые относятся к ГУПРФЦНИЕ на соответствии с требованиями пожарной безопасности. Кроме этого, в городе Саров происходит очень большое количество пожаров на текущий момент. Были крупные пожары, на которые даже приезжали сотрудники испытательной пожарной лаборатории для восстановления той или иной причины пожара. Основная причина пожаров по-прежнему человеческая невнимательность, неосторожность при курении, нарушение правил использования техники и электроустановок могут нанести немалый материальный ущерб, в худшем случае унести жизни. Работа сотрудников Государственного пожарного надзора поэтапна и кропотливая. В отделе Федерального государства пожарного надзора имеется два отделения. Это отделение организации учреждения Федерального государства пожарного надзора и отделение административно правовой деятельности и дознание по делам о пожарах. В первом отделении сотрудники большую часть времени занимаются профилактической деятельностью и проведением контроля надзоров мероприятий. Во втором отделении сотрудники занимаются расследованием пожаров и проведением административно правовой деятельности. В отделе расследования пожаров ежедневно на смену заступает дежурный дознаватель. Он вместе с расчетом выезжает на место вызова, изучает обстановку, с помощью специальных приборов собирает необходимые пробы. Основное требование к сотруднику ФГБН – высшее образование, профильное или юридическое. Регулярно приходится применять и обновлять знания нормативно-правовых документов. В преддверии 97-летия со дня образования Государственного пожарного надзора МЧС России хотелось бы поздравить личный состав отдела ФГБН, а также ветеранов, кто стоял у истоков создания Государственного пожарного надзора города Сарова. Хочу пожелать семейного благополучия, долгих лет жизни, здоровья и дальнейших успехов в вашей повседневной деятельности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девушка Дениса вызвала спасателей. Пока они ехали, Денис и Илья пытались еще подобраться к тонущей девочке, но безуспешно. В итоге молодые люди на расстоянии подбадривали девочку, не позволяли ей сдаваться. Хотя держаться за кромку льда ей было с каждой минутой все труднее. Исход истории благополучный. Спасатели вытащили пострадавшую на берег, отогрели и отвезли в больницу. Сейчас с ней все хорошо. Варианта спасателей спасать нет. Спасать надо однозначно, как можете. Если есть возможность, то обязательно спасать. За себя страха не было. Вообще никакого. Больше было страха за девочку, потому что холодно, вода холодная. И она еще была в куртке, в теплой одежде. То есть она могла уйти просто на глазах. И дальше уже либо нырять, либо ждать спасателей. Вот только за нее больше боялись. За себя нет. Денис признается, что адреналин был только во время того, когда они бросились спасать девочку. Но после пришло трезвое осознание реальности. И ясный ум подсказывал, как лучше сделать. Денис Камрачков – студент. В Сырове занимался в секции плавания и в военном клубе, в котором сейчас уже инструктор. Еще Денис познакомился с Дивеевским туристическим клубом и вместе с ними ходит в походы. Хорошая физическая форма, спортивная сноровка и знания ОБЖ – все это помогло Денису в экстремальной ситуации. И в военном клубе, и в туристическом там определенная подготовка нужна. И вот эти моменты, как спасение человека на льду, в лесу, где угодно, они тоже как бы обговариваются, эти знания пригодились. Когда человек занимается физическими нагрузками, он все равно адаптируется к определенным условиям. И это очень помогло. Дениса Камрачкова и его товарища наградили почетными грамотами от МЧС. Также Сыровчанин номинирован на премию «Голос сердца» в номинации «Герои по зову сердца». Проголосовать за Дениса можно до 31 июля на сайте eord2024.kartageroev.ru Для голосования понадобится авторизация через ВКонтакте или по номеру телефона. Зато эта загадочная аббревиатура без лишних слов понятна только людям, выросшим в закрытых городах. Она объединяет людей из Железногорска и Снежинска, Озерска и Сарова. В начале июля в Нижегородской области проходил окружной молодежный форум «Метеор». На форуме проводился грантовый конкурс от Росмолодежи. После успешной очной защиты проект Анастасии Мишиной «Атомные КВН. Творчество и культура в закрытых городах» выиграл грант размером в 700 тысяч рублей. Мы с моей командой очень любим КВН. Моя команда играет в КВН от команды НИИ, Саровская. И на протяжении многих лет мы у нас здесь организуем фестиваль КВН, где приглашаем не только городских участников, но и нагородние команды. И вот мы подумали, было бы классно привезти сюда к нам участников из закрытых городов. Планируется, что будет представлена вся десятка закрытых ядерных городов страны. В рамках проекта в Сарове пройдет трехдневный интенсив. Первый день это будет нетворкинг, тренинг по молодежному проектированию и интеллектуально-развлекательная игра «Атомквиз». Второй день у нас будет коммуникационный и будет проводиться атомный кубок КВН между городами ЗАТО. И третий день это будет у нас экскурсионно-туристический, где мы проведем участников по городу Саров, покажем им достопримечательности, музеи, расскажем его историю, покажем уникальность этого города, что он сочетает в себе и православие, и науку. Цель проекта – объединить творческих молодых людей из закрытых городов в единую сильную команду, помочь им повысить свои мягкие навыки, которые помогут им при трудоустройстве, на работу или при продвижении по карьерной лестнице. Люди из закрытых городов, они несут в себе вообще в принципе уникальный взгляд на жизнь, на творческий потенциал, юмор, который понятен только человеку, который действительно проживает в этом закрытом городе. Отток перспективной молодежи из закрытых городов – вот та проблема, к которой призван решить проект. Так тренинг по молодежному проектированию поможет ребятам в создании идей для новых проектов, которые могли бы улучшить родные края. Поэтому мы им хотим дать вот такую вот возможность и показать, что в закрытых городах развитие творчества возможно и можно самостоятельно, своими силами улучшить то, чего им не хватает в принципе в своих городах. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Россияне уже который год готовятся к отключению YouTube. Предсказания экспертов на эту тему к лету 2024 года все больше настораживают. И вот официальное объявление. Ростелеком замедляет работу YouTube из-за технических неполадок компании Google, которой принадлежит видеосервис. Новость широко разошлась с заголовками, что YouTube все-таки закрывают. Важен ли саровчанам этот видеохостинг и заметили ли они изменения в работе? Давайте узнаем. Смотришь ли ты какие-то видео в YouTube? Что смотришь обычно и заметила ли какие-то изменения в последнее время, если смотришь? Ну, возможно, я могу в свободное время смотреть, но не так часто стараюсь. Чаще всего это именно короткие видео, но такие видео можно посмотреть не только в YouTube. Есть же много аналогов. Поэтому, я думаю, если его запрещают, то не сильно все поменяется, потому что есть еще много других приложений. В основном я смотрю музыкальные клипы. Если честно, не пользуюсь. Совсем не смотрится там видео, да? Нет, работаю. Пользуюсь. Изменений как-то каковых нет. Но смотрю разный контент. Все работает стабильно? Пока что да. А если все-таки его закроют для вас, это будет какой-то значительной потерей? Вот тех же соцсетей каких-то, да? Хостингов, сервисов или все-таки есть аналог для вас? Аналоги-то есть по-любому и будут. То есть если закроют, как бы сделают что-нибудь новое в любом случае. А так большой потери-то не будет. Да, для меня это будет потеря. А что обычно там смотрите? Вообще часто закончится? Познавательный контент, да. И видео о стиле, моде. А есть ли какие-то аналоги для вас? То есть найдете ли вы какую-то замену сейчас? Или все-таки видео пока нет? Ну, те блогеры, которых я смотрю, они на Рутюбе пока не представлены. Поэтому для меня это будет потеря. Смотрю, но если вас блокируют, думаю, да. Для меня это будет такой же потерей, но в любом случае есть обходные пути всегда. А чем удобен на YouTube именно в пользовании, в отличие от других сервисов? Легко все найти. Удобный интерфейс. Для глазу приятно. Я пользуюсь YouTube, но для меня не будет потери, если его заблокируют, поскольку есть другие, как бы, альтернативные сервисы. А какие, например, пользуются еще какими? Ну, я знаю, что всякие Рутюбы есть и так далее. То есть все авторы перейдут туда, и полезная информация вся будет там. Конечно, смотрим. Сейчас, наверное, большинство смотрит все возрасты. А что обычно смотрите? Почему именно выбираете этот сервис? Да я музыкальную смотрю, музыку, кулинарию, рецепты. Если все-таки заблокируют, есть ли у вас какой-то аналог, которым вы могли бы пользоваться? Или все-таки будет большой потерей? Да, вы знаете, заблокируют. Ну, что теперь делать? Найдем что-то другое, ничего страшного. У Кремля планов по ограничению доступа к YouTube нет, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. В Госдуме также объяснили, что сервис не будут ограничивать или блокировать, пока не появится своего более удобного сервиса. Поэтому смотрим видеоролики со спокойной душой. Опрос для вас проводили Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Чувственность, грация, экспрессия – все это о танго. В этом году Саров впервые присоединится к масштабному международному флешмобу за танго. Мероприятие пройдет в седьмой раз и объединит Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Германию, Египет, Аргентину. В один день танго станцуют в различных локациях в 77 городах. А все пары будут двигаться в едином музыкальном ритме под одну на всех мелодию. 24 августа Саров тоже войдет в историю проекта. Люди, увлеченные этим направлением танцевальным, будут танцевать танго, желательно, конечно, на улице. Мы надеемся, что погода будет хорошая, под одну и ту же мелодию. Выбрали мелодию Уна Кабеса. Это очень известная танго. Сделали так, что она будет объединять всех танцоров и одно число, и одна мелодия. Присоединиться к флэш-мобу могут все желающие. Для этого в парке Зернова на танцевальной площадке стартовали бесплатные мастер-классы по танго. Для всех, кто знакомится с этим направлением в первый раз, сложно не будет. Педагог дает несложные движения, с которыми справятся абсолютно все. Присоединиться к занятиям могут все желающие без ограничений по возрасту. И даже если у вас нет пары. Мы будем танцевать в парах. Если нет пар, ничего страшного. Приходят и мужчины, кстати, на первое занятие приходили мужчины. Одинокие, скажем так, которые встали в пару прямо на первом мастер-классе. Ну и, собственно говоря, бывает такое, что и девушка с девушкой танцует, тоже ничего в этом страшного нет. Еще, наверное, в планах какой-то кусочек нашей постановки, может быть, я сделаю для девушек без партнеров. Потому что есть тоже такое направление сольная танго. И чтобы они тоже смогли поучаствовать, да, девчонки, которые пришли, девушки, женщины, но не нашли партнера, они тоже смогут поучаствовать. Мастер-классы проходят по понедельникам на танцевальной площадке парка Зернова в 18.30. Всю дополнительную информацию можно найти в группе парка ВКонтакте и на личной странице Екатерины Сысоевой. Пропадает чуть-чуть эта культура танцевания мужчины и женщины. Вот, и танго, как один из видов танцевальных парных именно направлений, оно, скажем так, возвращает эту культуру. Стоит возрождать эту культуру, танцевать в паре, в том числе и на танцевальных мероприятиях, и в парках, и где-то в учреждениях культуры. Потому что все-таки это скрепляет, это скрепляет, допустим, семейный пар или дает возможность людям познакомиться и найти свою вторую половину на таких занятиях. В случае плохой погоды занятия будут проходить в Доме молодежи. Присоединиться к мастер-классам можно на любом этапе. С шахматами Дмитрий Кафанов познакомился еще в детстве. Дома была доска и фигуры, но Дмитрия никто не учил правилам игры. Впервые он погрузился в шахматы в школьном кружке, но вскоре увлечение оставил. Снова к шахматам Дмитрий вернулся в 16 лет. В это время встретился с Владимиром Ивановым, который преподавал шахматы во Дворце детского творчества. Может быть, потенциал во мне увидел, но не знаю. Он пригласил меня к себе в кружок, поскольку видно было, что я очень заинтересованный. Так я ходил там, играл в 16 лет с 5-летними детьми. И в 19 я уже серьезно этим делом увлекся. Начал участвовать в соревнованиях, в турнирах, как и в городе, и на выезде. Когда мастерство игры в шахматы у Дмитрия Кафанова вышло на новый уровень, педагог ДДТ предложил воспитаннику занять свое место и стать руководителем объединения шахматы. Так в феврале прошлого года Дмитрий Кафанов пополнил ряды сотрудников ДДТ. Он обучает более 90 ребят. Со следующего учебного года ожидается пополнение учеников. На занятиях проходят не только спортивные тренировки. Педагог прививает воспитанникам еще и шахматную культуру. Любую тему закрепляют многократной практикой и занятия в занятия. А для того, чтобы дети лучше усвоили материал, создает для них образные понятия и сравнения. Я провожу в рамках занятия, конечно, насколько могу успеть, провожу некоторые турниры шахматные между ними. То есть между ними игра идет через жеребьевку, через турнирную таблицу они проходят. То есть такая некая имитация соревновательной деятельности. Примерно таким путем мы идем. Изучаем еще, наверное, ну это просто уже чуть более со старшими ребятами, с более группами третьего года, кто постарше. Изучаем творчество шахматистов прошлого. То есть таких, как Александр Алехин, например, или может быть даже Гарри Каспаров. Со своими воспитанниками Дмитрий Кафанов выезжал на соревнования области между учреждениями дополнительного образования. И в финале заняли 11 место. Для многих ребят это были первые серьезные состязания. Хорошо научиться играть в шахматы может как ребенок, так и взрослый человек. Время освоения искусства игры зависит от индивидуальных особенностей. Все очень индивидуально. Все, я бы сказал, достаточно непредсказуемо. Дело в том, что все зависит от того, какое у ребенка, какое строение психики. Ребенок с быстрой психикой, он может быть более подвижным, может быть чуть менее усидчивым. Но все, какую информацию ему не дай, он будет ее очень быстро впитывать, быстро перерабатывать и сможет выдавать какие-то результаты достаточно скоро. Но это не значит, что ребенок смедленный, не даст этих результатов. Надо просто чуть подождать. Записаться в объединение шахматы Дворца детского творчества можно следующим образом. Подать заявку на сайте навигатор 52. Потом прийти в учреждение и заполнить бумажное заявление. Дмитрий Кафанов рекомендует отдавать ребенка с начала сентября. Но присоединиться к занятиям можно и в течение учебного года. Важно принести медицинскую справку от врача. Набор в объединении идет от 7 лет. Участники из Арзамаса не в первый раз приезжают в Саров на соревнования по лыжероллерам. Для многих из них трасса уже знакомая. Перед стартом спортсмены два дня тренировались на новом месте, отрабатывали технику. На чемпионате и первенстве Сарова по лыжероллерам участники готовились выложиться на все 100% и показать максимальный результат. Мы с тренерами тренировались здесь два дня, готовились, работали в горке, проходили трассу. Тренера нам показывали, как правильно съезжать, где как ехать. В первый раз при таких соревнованиях у нас в горках? Нет, мы были еще здесь зимой и осенью. Мы тренировались тут два дня, разговаривали с тренерами, они нам морально помогали, чтобы набраться опыта, попробовать покататься с гор. Как ты соперников уже знаешь? Смогла ли оценить соперника? Ну, в принципе, да. Такие сильные, не сильные? Ну, сильные, да. В выходные на лыжном стадионе с Шуратом прошли открытые чемпионаты первенства Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. За медали бороли сильнейшие лыжники Нижегородской области из Первомайска – Семенова, Павлова, Арзамаса, Сосновского, Навашина, Арефина, Кулебак, Нижнего Новгорода. Также на соревнования приехали спортсмены из Республики Мордовии и города Пензе. Саров представляли воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Соревнования по лыжероллерам стали уже традиционными. И в этом году мы проводим 17-е открытые первенства города на призы администрации. Я желаю вам всем сегодня хорошего старта, чтобы каждый из вас показал максимальный результат. И пусть удача сопутствует вам на протяжении всех двух дней соревнований. В состязаниях приняли участие порядка 150 спортсменов-лыжероллеров. В первый день прошли гонки свободным стилем, а на следующий день участники соревновались в гонках классическим стилем. Спортсмены проехали дистанции от 3 до 13 километров в зависимости от возрастной группы. В этом году с Шоратом впервые проводил онлайн-трансляцию чемпионата. Зрители могли видеть всю трассу. Победители призеров чемпионата и первенства Сарова по лыжероллерам чествовали на закрытии соревнований. Баскетбольная площадка спортивного комплекса «Юниор» собрала любителей спорта разных возрастов. На третьем этапе городского кубка по баскетболу 3 на 3 были представлены все возрастные группы. В соревновательный день открыли детские и юношеские команды, а финалом турнира стали состязания между участниками старше 18 лет. С прошлым годом мы запустили так называемый летний кубок для того, чтобы максимально задействовать спортсменов, занимающихся баскетболом в летний период, чтобы мы играли в олимпийский вид спорта 3 на 3. Сейчас в данный момент играет категория мужчины 18+, количество команд 8. Баскетбол 3 на 3 заметно отличается от классического. На площадке играет всего 6 человек. Соперники забрасывают мяч в одно кольцо, а длительность игры фиксированная для всех. Для выхода в следующий этап кубка командам необходимо было выиграть два матча из трех. Мы в течение четырех туров получаем очки, занимаем места. По итогу пятого тура, то есть суммируем все очки с учетом пяти туров и выявляем победителя всего лета, победителя у владельца кубка, летнего кубка 3 на 3. Команду участницы представляли студенты, сотрудники различных городских организаций, спортсмены-любители и профессионалы. Игры проходили с переменным успехом. Важным фактором для спортсменов были не только победы, но и само состязание и удовольствие от игры. Погода прекрасная, соперники тоже у нас хорошие, так что настроение хорошее. Удовольствие именно получить от игры с друзьями приятные эмоции. Мы могли бы какую-нибудь команду пригласить кого-нибудь, кто прям хорошо играет. Нам приятнее друг с другом. Для ряда участников летний кубок – это возможность попробовать что-то новое после классического баскетбола и реализовать амбициозные планы. Я играю за Саровский Атом. В 5 на 5 мы в этом сезоне довольно неплохо выступили. Так что да, а лето так. Разгружаемся, веселимся на площадке. Все, выиграть какие еще? Других быть не может. На финальный этап тоже примерно. Ну, само собой, надо этот тур забирать. На сегодняшний день развитие баскетбола 3 на 3 находится в руках заинтересованных и активных спортсменов. В Сарове этот вид спорта только делает первые шаги. Но уже сейчас он интересует множество горожан разных возрастов. В следующем сезоне, по планам организаторов, летний кубок 3 на 3 должен стать открытым и привлечь команды из других городов. Командные соревнования по пляжному волейболу стали частью спартакиады в НЕФ-2024. Групповые полуфинальные и финальные розыгрыши прошли в течение двух дней на волейбольной площадке стадиона «Авангард». Целью турнира было сплочение спортсменов из разных коллективов, а также выявление команд для участия в отборочном этапе «Атамиады-2025». Участвуют у нас 10 КФК, это подразделение РФАС НЕФ, работники. Соревнования проходят в рамках спартакиады 2 на 2. Сейчас у нас на первой площадке идет борьба за третье место, позже будет финал. На второй площадке играют за места с пятой по восьмой, с девятой и десятой места уже сыграют. В спортивной секции в НЕФ по волейболу постоянно тренируется около 20-30 человек. Спортсмены участвуют как во внутренних городских соревнованиях, так и в выездных турнирах регионального и всероссийского уровня. Многие ребята ездят на областные соревнования. Вот буквально вчера у нас пара Юдин Наследников ездила на соревнования в Гусь-Крустальный, они там заняли шестое место из 25 команд. То есть у нас очень много игроков и девочек, кстати, ездят на областные соревнования. Пляжный волейбол, я считаю, что очень хорошо развивается в городе, не только в Орфеат СНЕФ, но и в городе. В этом году при поддержке руководства Орфеат СНЕФ секция волейбола смогла улучшить существующие волейбольные площадки. В ближайшем будущем также планируется создание новых спортивных точек. У нас появилась вторая площадка, отвечающая всем требованиям и стандартам. Мы сюда закупили дорогой песок, организовали по всем правилам чашу, чтобы песок потом не разъезжался. В дальнейшем, я думаю, что у нас на Боровом появятся две площадки, сейчас там ведутся работы. В финальный день соревнований команды разыграли медали, а также пятые и восьмые места. Дух здорового соперничества и взаимной поддержки позволил спортсменам получить удовольствие от игры и поставить перед собой новые цели. Выступили даже выше своих ожиданий. В достойной борьбе уступили, не сожалеем, будем тренироваться дальше. Очень радует, что у нас появилась такая база классная для пляжного волейбола. Спасибо большой федерации волейбола в Сарове. В следующем году от мяда летняя и там пляжный волейбол, как один из видов спорта. Поэтому нужно тренироваться, чтобы наш город, наше предприятие вне представить достойно. Всего за время турнира было сыграно более 20 матчей. Среди лидеров по итогам соревнований оказались команды «Старт», «Вымпел», «Буревестник» и «Квант». Во время матча участников активно поддерживали родные и друзья. По итогам соревнований были сформированы новые команды и определены сильнейшие спортсмены для участия в дальнейших первенствах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова